Утро попался. Пался в хариусок. Второй уже попался за утро. Первый я вот он в пешок положил. Вот он, ну-ка. О, какие хорошие, красавцы, два штуки. Замечательно. Вот. Тихо, 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 тихо. Такая сегодня погода непонятная. Какой-то ветерок холодный подул с севера. Пасмурно пока. Костер я еще не зажигал. Сейчас надо костер развести, кофе пить. Делали кофе. Пьем, наслаждаемся солнечным утром. Сейчас будем завтракать тремя видами блюд. Это у нас много-много пельменей еще. Это у нас хариус на решетке. Вчера мы вечером его зажарили. И у нас еще остатки ухи. Все это планируем сейчас на завтрак съесть и начать готовить новую рыбу. Там в двух, а, уже в трех мешках новая рыба ждет. Что интересно, на этой яме мечты в этом году вообще нет мелкого хариуса, который в прошлом году нам просто надоедал. Мы его выпускали, выпускали. Там ставили какие-то блесны, чтобы отсеять мелочь. А в этом году просто нет мелочи. Есть только крупный хариус. Вот он сидит в этой яме. И мы думаем, как его поймать. Он то плюет, то не плюет. Ну, по одной рыбе не ловится каждый, не знаю, там 30 минут. Все, что меньше 600 грамм, и все это выпускаем сразу. Ну, а тут меньше 500 грамм, вообще мы еще ни одной рыбки не поймали. Все более 500 грамм. А может даже и более 600 грамм. Мелкую не взвешиваем. Особо крупные экземпляры, которые вот кажутся нам, что они крупные, предыдущих, то мы пытаемся взвесить их. Вот удочки. Я рыбачу на Тирольку. Две удочки чередую, разные мухи. Палатка вот наша. Дров здесь много. Ольга довольная. Сказала, сегодня мы никуда не идем. Выйдем отсюда за 5 дней. 100 километров для нас ерунда вообще полная. На листе-то. Рыбу отсюда, конечно, мы не понесем. Сегодня черники мы собираем. Ольга Антоновна рыбку разогрела, которую вчера поджарили. Четырех хариусков. Сейчас ими будем завтракать. Мама Антоновна рыба. Сейчас ими. Ольга Антоновна рыба. Сейчас ими. Сейчас ими. Сейчас ими. Экипажа. Садись. Вот такая она яма мечты Ольга Антоновна, как река называется? Сливай Вкусно? Вот это вот рыбка Рината, вот это рыбка Эмиля и рыбка Оксана И рыбка Ольги А моя рыбка вчера просто не влезла сюда, в эту решетку Ну ничего страшного Я решил съесть рыбку Рината, Оксаны и Эмиля А Ольга свою сама съест Ну вот, такое решение с утра приняли Приятного аппетита Что, выпустим? Выпустим О, какой малыш И поближе Нам такие малыши не нужны Давай, выли Ольга чистихарился Пойманного Сегодня уже, да, получается? Сегодня, да Вот такие Продолжение следует... Ольга поджаривает вчерашние пельмени с хариусом Сейчас будем обедать Время обед Я дров натаскал Топить Сейчас мы хотим сходить маленько вниз Километров 6-7 Обойдем кордон вокруг Кругом метров 500 Чтобы собака не лаяла Потому что там заповедник уже Тут мы стоим еще не в заповеднике А там за кордоном заповедник Просто посмотреть места пойдем Снять на видео Прогуляться Вернулись снизу опять на стоянку Развели костер Греем чай Сейчас будем делать первый ужин Ужинов сегодня я думаю будет 3 или 4 Сколько ужинов будет Ольга Антоновна? 5 Ольга Антоновна хочет 5 раз поужинать сегодня Едим пельмени из хариуса Сейчас будем Надо доесть еще одну рыбину Которая у нас на решетке И будем готовить уху из голов И хотим всю рыбу которая есть Пережарить ее в масле А сначала Ольга еще котлеты пожарит Из фарша который остался Сначала котлеты Потом всю рыбу надо пережарить А то она испортится Короче сегодня Много дел у нас Будем готовить и есть Готовить и есть Правильно? Ольга разделывает очередную порцию рыбки Сейчас будем жарить Уху варить И вот потрошки отделяет Мы их засаливаем Потом едим сухариками Ольга принесла с собой вот такую луканницу Специально пожарит рыбу Нанесла ее сюда Даже не могу сказать сколько Ну уже тут около месяца И принесла она еще Сушеный лайм Вот засыпала сушеный лайм Еще там что-то сушеное такое Рыбу засыпала Для жарки Чтобы изменить вкус Хоть немного Потому что Едим-то одну рыбу уже три дня подряд Вкус надо маленько менять Яма мечты И на реке Наливайка Ольга Антонна Как река называется? Наливайка Сейчас налью Наливайка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы лежим, спим в палатке... Прямо с видом на яму мечты... Вот так это выглядит... И мы просто смотрим на яму мечты и засыпаем... У нас утро... Мы сегодня выходим... Можно пару раз попробовать забросить... Но рыба нам не нужна... Потому что мы эту не следим... Наверное, придется... Как-то с собой забирать... В дороге есть... Не рассчитали... Вот такая утренняя уха... Хвостики, головы... Тут такая наваристая... Прямо тут... Целый котел был голов... Хвостов... Сварили уху... Яма мечты... Замечательная яма... Все, мы собрались... Рюкзаки упаковали... Палатку собрали... Оставили маленько продуктов... Зверям... Покушать... Птичкам... Оленя... Вчера мы большого видели... Вот... Туда, когда спускались... Вот отсюда... Примерно метров пятьсот... Он навстречу нам бежал по берегу... Нас увидел... В лес убежал... Все... Яма мечты... Вот такая вот... Солнцем освещается... Сейчас я видел рыбы... Там опять ходит... Много рыбы... Крупная рыба... Мелкой... Нету в этом году рыбы... Хвата делась... Ну... Может позже будет... Ходит рыба... Колевать сегодня она не хотела... Вообще... Ну... Нам и не надо было... Я... Несколько забросов сделал... И хватит... Все равно бы выпустил ее... Все... Сейчас костер... Затушим... Раскидаем... И... Отправляемся мы... В путь... В обратную дорогу... За пять... Дни нам надо выйти отсюда... Попробовать... Если получится... Если погода позволит... Сто километров примерно... Нужно пройти... Собираемся по лесу... Вот как высоко... Медведь... Лапами скреб... Вот они... Царапины... А с трудом достаю... Ох... Тут какие здоровые медведи-то... А это вот... Старый... Он тут же скреб... Когтями... А вот свежая... Это что он тут... Почему... Он ходит значит... По этой тропинке... А мы идем как раз... По зверовой тропе... Вот по такому лесу... У нас обед... Прошли сегодня... Шесть часов... Чистого ходового времени... И решили пообедать... А едим мы сегодня... Опять... Жареную рыбу... Вот в банке... Целая банка рыбы... У нас три банки таких... Вот одну сейчас мы съедим... Вторую съедим... Вечером... Ну... Вечером еще там у нас... Какие-то закуски есть рыбные... Короче... Хорошо... Все хорошо... Погода замечательная... Жарко только сильно... Вот такие броды сегодня... Штук тридцать-сорок уже было... Три дня мы сюда поднимались... На эту стоянку... С таким трудом... Надеялись... Что Ренат здесь еще... А его уже нету... Мы ему рыбки несли... Хотели угостить... Рыба трех видов... Вернее... Блюда из рыбы трех видов... Рыба-то одна... Хариус... Ах... Ушел зря... Сейчас помог бы съесть ее... Так придется нам самим... А рыбу уже прям... Не лезет... Придется как-то доедать... Пьем кофе... Кипятим воду... Сейчас будем какой-то рис... Варить... Потому что у нас остатки рыбы еще... В селе поджаренное... Хотим с рисом попробовать сделать его... Это будет последняя рыба... Которую мы съедим... Ну днем еще... Может быть на перекус останется... Здесь такая вот хорошая стоянка... Уже вытоптана... В этом году она сделана кем-то... Кто-то здесь был... Сделал такую стоянку... Столик... Из фанерки... Ну... Сюда квадроциклисты приезжали... Они хотели... Порыбачить... Наверное... А рыбы тут верховьих то нет... Это надо три дня... Спускаться с рюкзаками вниз... Почему с рюкзаками... Потому что на легке это не получится... Надо тут... Палатку иметь... Котелки... Ну а раз котелки и еду... Ну короче... Полный туристический рюкзак с вещами... Для вот этого длительного спуска по реке... Река наливайка... Надо спуститься вниз... Порыбачить... Потом подняться... Ну... Это не для рыбаков... Они-то хотят по-быстрому все... Это только для туристов... Ольга собирается... Вот палатка у нас стояла... Погода сегодня замечательная... Солнце светит... Ну не знаю хорошо это для ходьбы или нет... Вчера было очень тяжко прям... И позавчера тоже тяжко было... Мы прям шли... Под солнцем... Жарко... Вот вещи... Вчера я вечером все постирал... В ручье замочил... На два часа они... Чтоб соль отмокла... И они теперь сохнут... Сейчас мы будем подниматься вверх на хребет... Сегодня планируем ночевать на хребке... Без дров... Там карликовая березка... Значит... Кофе надо попить еще... Кружечку... Это наш завтрак... Отварили рис вот... В котелке... И подогреваем... Очередную порцию рыбы... Это филе пережаренное... Которое мы с собой несли... Оно отлично сохранилось... Вот прям в контейнере... Сейчас Ольга подогревает его... Сейчас с рисом будем... Кушать... Здесь, кстати, Ренат оставил... Немного масла... Растительного... И это его сковородка... И мы решили на его сковородке... С его маслом поджарить... Разогреть этого хариуса... Попробуем... Какой вкус будет на его сковородке... Мне кажется, будет отличный вкус... И... Вот так все хорошо вокруг... Река Наливайка... Шумит недалеко... Гебри беспросветные... Королевский завтрак сегодня... Филе хариуса... Пережаренное в масле... С рисом... Ну а мы прям как японцы сегодня... Японский королевский завтрак... Вот такая красота перед нами... Вылезли из зоны темнохвойного леса... Такая красотища... Вернулись мы на стоянку... На которой ночевали ранее... Когда шли... К реке Наливайка... Вот раскидали тут вещи... Сейчас палатку поставили... Будем вещи закидывать... Ренат нам оставил... Только дровишек... Спасибо Ренату... Дров тут нет... Газа у нас тоже нет... Валяемся в палатку... Палатка у нас открытая... Машки тут вообще почему-то нет сегодня... Ни одной машки... Просто лежим... Наелись колбасы... Ужин готовить еще рано... Собрались... Палатку собрали... Позавтракали... И выходим... Сегодня у нас план дойти до стоянки Кунцевича... Не знаю получится или нет... Наверное получится... Погода прям самая нормальная такая пока... Холодный ветер дует... И солнышко светит... Прям то что надо... Выходим... Вот горные куропатки... Сколько много их... Полетели... Приближаемся к обелиску... На перевале Дятлова... Погода хорошая... Солнца нет... Ветерок такой прохладный... Вот в обратную сторону... На Холочахль... Вот мы у обелиска... Вот мы у обелиска... Птицын и Якименко... Птицын и Якименко... Остали... Почему... Не упомянули... Остали... Почему... Не упомянули... Птицын и Якименко... Остали... Это... База... Группы Дятлова... Вот мы копали... Две недели назад... Даже три недели назад... Костровище... Мы нашли вон там... Возможно... Здесь мы ничего не нашли... А там нашли... Обугленные бревна... Возможно... Обугленные... На экспертизу взяли... Образцы... Пришли на стоянку... Юрия Константиновича Кунцевича... Вот так все вытоптано... Тут... Много мест... Стоянка пустая... Пока... Никого нет... Мы одни тут... Та верхняя стоянка... Тоже пустая... Которая чуть выше... Остаемся тут... Ночуем... Солнышко выглянуло... Ветра вообще нет... Мы готовим ужин... Вещь сушится... Время восьмой час... Ольга готовит ужин... Собирала сегодня... Прям... На перевале... Там от обелиска... Буквально 50 метров... Целый пакет грибов... Котел получился... Нарезала... Они такие чистенькие... Все без... Червей... Прям... Такие хорошие грибы... Это... Грибы... Как называется? Подберезовики... Подосиновики... Подосиновики... Что-то типа этого... Только почему они росли... Почему... Есть и подберезовики... Есть и подосиновики... Ну да... Мы сейчас будем ужинать... Этими грибами... Вот такое спокойное место... Вообще... Никого нет... Никто не кричит... Не орёт... В такой тишине... Такое душевное... Спокойное... Ветра нет... Кедр... Вот он... На гугл-картах... Это место почему-то называется... Кедр... Какой из них кедр? Вот этот может быть... На котором доска памятная висит... А может быть... Вот кедры... Вон кедр большой... Вон кедр... Вон кедр... Тут много кедров... И вот лежит ещё кедр... Сваленный... Сложный процесс... На костре стоит решётка для рыбы... На решётке... Сковорода... С маслом растительным... И пошли грибочки... Вот так вот... Да... Огненные грибочки... Прям как надо... Так всё и было задумано... Видимо... Ольге Антоновне... Круто... Ой... Сейчас такой ужин будет крутой... Грибочки обалденные... Ещё и две порции дадут... Одна порция поджаривается... Там ещё в контейнере... Вторая осталась... Вторая порция грибов пошла... Ужин сегодня будет грибной у нас... Вот сколько грибков получилось... С двух зажарок... Сейчас будем ужинать... Сейчас картофель этот... Сухой заварим ещё... Угромный таёжный ужин... Картофель... С грибочками... Оранжевая чашка... Это Ольгина... Белая... Это моя чашка... Хороший вкус... Сейчас нальем по 30 грамм... Минеральной воды... Под такой ужин... Хороший ужин... Сейчас нальем по 30 грамм... Минеральной воды... Под такой ужин... упаковали рюкзаки что мне язык заплетает сегодня вообще говорить ничего не могу не буду молчать молча идти ольга обувается с пойдем вниз на ложке остановимся на на отдохнуть минут 10 и пойдем сегодня до каски из настроение будет по маленько дальше каски пройдем вот стоянка ложка вилка спустились сюда за сколько посмотри вот так вытоптано уже тут все красивая стоянка в хорошую погоду когда вот солнышко светит красота за 20 минут спустились сюда со стоянки кунцевича ну решили маленькой пять минут посидеть вот такая тут верховьях река а успея двигаемся потихоньку по а успея спускаемся вниз вот только грибы собирает идет у нее пакеты с грибами впереди идем дальше инструктор спорт клуба спутник вас как зовут вот логотип клуб спортивных путешествий пользуйтесь кто сам не может сходить на перевал дятла вас доведут стали вечером на стоянке каска решили переночевать тут много народу потом подошла ваш палатка сегодня 26 день нашего пребывания на северном урале большинство этих дней мы в пути были дневски конечно возвращаемся сегодня последний день завтра у нас выброска сегодня мы вернемся на брод а успея переночуем завтра должен подъехать дмитрий привести группу туристов у нас отсюда забрать погода опять отличная вышли пол двенадцатого долго спали ночевали на стоянке каска вот следы маленького медвежонка колька покажи паль палкой палка покажи вот он света маленький медвежонок вообще мы этот след уже видели в других лужах вот прям свежий свет вот такие медвежата только с медведицы ходит вообще-то вот они идут туда перед нами куда-то вперед мы идем за ними сейчас остановились отдохнуть после первого перехода 45 минут прошли от стоянки каска я остановились вот на этой стоянки на которой мы ночевали две недели назад когда мы спускались броду а успе потом назад поднимались и вот тут мы за ночевали тут очень много дров очень хорошая стоянка стали на обед на стоянке который называется шишка за того что здесь как много шишек валяется мы от стоянки каска прошли два перехода один переход 45 минут второй переход час 05 в общей сложности от стоянки каска до стоянки шишка мы шли сегодня 1 час 50 минут чистого времени если не считать отдыха который был между переходами часа пошел за водой вода вот здесь внизу в ручье спуститься набрать только вот отошли от стоянки шишка сразу вот такие лапы огромные один вот одна вот вторая вот 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 и вот 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 это прям большой крупный медведь нашел нашу сторону ольга испугалась сейчас будет свистеть свистульку только свистни как ты будешь свистеть когда пугаешься свистни свистни вот так вот да мы напуганы но идем дальше кстати в той когти да вот еще след вот он свистники следы то кстати вот в то лужу тоже должны сейчас посмотрю тут нет а вот-вот-вот лапище вот лапа большой мишка вот его лапа вот она вот она лапа он был он нас услышал и свернул куда-то убежал в сторону а а вот смотри маленькая лапка вот смотри вот маленькая лапка которую мы видели да в ту сторону который идет то есть туда назад медвежьи следы вот лапа смотри вот лапа так вот лапа вот лапа с когтями вот лапа большая вот она только в нашу сторону туда откуда мы идем так ладно камеру я включаю пока возьму в руки палочки чтобы обороняться от медведей вдруг решит напасть палочками буду бить ему вот прям сразу ольга заметила старый капкан на тропе но это на капкан того браконьера которого валерий анямов рассказывал который здесь верховьях а успе построил избушку вот так как такой наверное его полтора километра добру до ауспеи тут уже вот такая дорога прям началась сейчас минут 20 мы будем на месте установим палатку переночуем завтра если все нормально ничего нигде там не случилось то будем выбрасываться вывдель завтра у нас вечером поезд мы опять пришли на нашу стоянку где брод ауспеи брод ауспеи чуть пониже там метров 50 сейчас тут поставим палатку никого нет он там наше место свободное и какое-то наше место не помню какое наше место сейчас только разберется у все сейчас будем костер разводить мыться купаться и обедать обедать потому что еще рано для ужин такое место я поднялся вверх по ауспеи перешел на правый берег это недалеко от брода здесь там конкретно что-то тут что-то тут местные жители вот эти столы очень напоминают те столы которые в районе ахтыпа мы видели такие же длинные столы как будто для такого большого застолья кедры спилены интересные пеньки интересно интересно Это стол такой высокий, что ли? Непонятно, что это. Какие-то пеньки. Чум. Старит чум. Сюда ведет дорога. Это дорога по правой стороне Ауспи. Дальше она ведет или не ведет? Там какая-то постройка есть. Спилы. Что это за постройка? Что-то было. Пеньки спиленные. Деревья. Пеньки спиленные. Деревья. Вот два пня больших. Так. А куда пилили, то непонятно. Что строили-то? Уж там дальше какая-то избушка есть. Может быть тут была когда-то раньше Мансийская дорога какая-нибудь. именно по ней группа дятла пошла. Где же тут лабаз? Лабаз для мяса. Так. Ну туда не знаю. Насколько далеко можно идти. На это времени пока нет. Вернемся. Чум. Зачем он здесь? Зачем он здесь? Полиэтилен. Полиэтилен. Какие-то пни с надрубами. Ну это прям конкретно что-то такое. Для празднования. Трумкан. Дверь что ли? Что это такое? Это стол перевернутый. Вот тропинка ведет. Так. Спуститься. Вот два пенька каких-то. Стоят сбитых. Так лесенка была раньше что ли. Оборудованная. Там он. Так. Здесь вот. Спилы. Такие мощные. Гвозди. Тут что-то из этих черваков было собрано. Мы пообедали. Помылись. Покупались. Сидим, греем чай. Ждем ужина. Сегодня даже два раза поужинаем. Продукты еще остались. Все раннее утро мы собрали палатку. Рюкзаки. Вот брод Ауспи. Перешли на брод Ауспи со стоянки. И ждем Дмитрия. Валерий Анямов сказал, что Дмитрий находится сейчас на базе Ильича. И будет выезжать оттуда. Это хорошо. Это Андрей из Екатеринбурга. Ильича. Теперь тут правильно. Угу. Хорошая карта. Качественная. С ламинированной, к счету. Да. Я застрял, но меня обратно вытащил товарищ. Вот это у него. А это у него есть утром. Он мочить не хочет. Салон. Ильич дедок. Подождите, эта чалка блять. Не отжимаем! Наши салон. Салон шерки. По окону, это.... Una чашка. Валерий Санкт-Петербург. Эта дмитрий Санкт-Петербург Салон шерки. Проверили. Техни муки, все, все. Все, все, все. Обедаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok